У всех людей череп примерно одинакового размера. Практически все люди обладают достаточным объемом мозга. Кроме тех, у кого врожденные отклонения, практически каждый человек обладает всем необходимым для жизни. Но почему так происходит, что мозг одного человека искрится гениальностью, а другого — болью, страданием, напряжением, стрессом и так далее? В головах у людей происходят все самые ужасные вещи, которых никто бы для себя не пожелал. Так что, может быть, дело в более высоком интеллекте? Или в магическом воздействии извне? Или, может, дело в достижении внутреннего баланса, который бы сделал вас восприимчивыми к магии жизни? Искаженный интеллект, каким бы умным на поверхности он ни казался, не может сделать вашу жизнь прекрасной. Самое главное — баланс. Баланс необходим. На всех уровнях. Иначе наше собственное тело и наш собственный мозг будут работать против нас. Настолько, что в современном мире единственные способы расслабления — это сон, алкоголь и наркотические вещества. Вы лишь пытаетесь на какое-то время отключить мозг. Потому что он причиняет вам такие невероятные неудобства. Если бы у вас его не было, вы бы, по крайней мере, были умиротворенными. Да. То, на что ушли миллионы лет эволюции, сейчас превратилось в неудобство. Величайшее чудо, которое содержится здесь, стало фабрикой по производству страданий. Здесь есть много аспектов. Я не хочу излишне упрощать, но прежде всего, самое главное — это баланс или его отсутствие. этот человеческий механизм, который является самым совершенным инструментом на планете, если вы не уделяете ему достаточно внимания, если он обратится против вас, ничто в мире вас не спасет, потому что в мире нет ничего более совершенного, чем это. потому что это находится на самой высокой ступени эволюции и совершенства. Если это обратится против вас, никто вам не сможет помочь. Я хочу, чтобы вы понимали это. Для того, чтобы познать это во всей полноте, требуется определенное внимание. Но для того, чтобы обрести баланс, многого от вас не потребуется. Просто вы делаете некоторые базовые вещи совершенно неверно. Вот и все. Чтобы познать это во всей полноте, требуется много внимания, времени, обучения, помощи, наставлений, много всего. Но чтобы привнести в вашу жизнь баланс, много не нужно. Просто вы делаете некоторые вещи в своей жизни в корне неправильно. Под этим я имею в виду... Все должны понять одну вещь. Весь человеческий опыт исходит изнутри, не так ли? Весь опыт происходит изнутри. Что бы вы ни испытывали — счастье, горе, несчастье, радость, восторг, агонию... Не важно, что происходит. Какой бы опыт вы ни испытывали — приятный или неприятный. Просто знайте, что это происходит изнутри. И это может происходить только изнутри. Вы можете либо пользоваться внешними стимулами, либо создавать собственные, но в любом случае это исходит изнутри. Если вы этого не осознаете, если, когда вы несчастны, вы будете думать, что проблема в другом человеке, тогда надежды нет. Панель управления здесь, но вы бьетесь об стену. Это не поможет. Эту одну фундаментальную вещь практически 90% людей делают неверно. Когда они чувствуют себя несчастными, они считают, что это чья-то еще вина. Этого, этого, этого... Или его. Нет. Весь человеческий опыт исходит изнутри. Если вы испытываете неприятные ощущения, прежде всего нужно взглянуть на это. Что я делал не так вот с этим? Я ем неправильно, или сплю неправильно, сижу неправильно, или дышу не так, мое сердце бьется неправильно, еще что-то, мои внутренние процессы протекают неправильно, что-то не так вот с этим, а не с тем. Полагая, что стучась об стену, вы сможете привести в порядок вот это, вы в корне ошибаетесь. Чем больше вы будете пытаться, тем дальше вы окажетесь от цели. Возможность привнести в свою систему баланс, это основа йоги. Самые базовые формы йоги, будь это, вероятно, многие из вас делают надви-баджан, или йога-намаскар, или сурья-намаскар, или сурья-крию. Все это базовые формы йоги. Прежде всего, необходимо привнести баланс. Если есть баланс, то вы сможете построить на этом фундаменте башню. Если его нет, то что бы вы ни строили, это приведет только к еще большим проблемам. Тогда лучше оставаться на базовом уровне. Значительная часть человечества стремится ограничивать себя базовыми вещами. Потому что, если вы попытаетесь построить что-то, не обладая балансом, это будет казаться ужасным. Все, что возвышается, не обладая балансом, становится большой проблемой. Поэтому лучше всего залечь пониже, оставаться поближе к земле. Если вы встанете в полный рост, у вас могут начаться проблемы. Оставайтесь на минимуме. Очень многие люди ограничили себя самым минимумом. Если у меня не будет неприятностей, уже хорошо. Очень многие так считают. Так, результат эволюционного процесса пропадает впустую. Растрачивается весь процесс развития жизни. От простейших жизней до сегодняшнего состояния, происходившие на этой планете в последние несколько миллионов лет. И Мать-Земля так этого не оставит. Вам придется заплатить свою цену. За попытки заставить жизнь идти в обратном направлении, она возьмет свою цену. Поэтому вместо того, чтобы пробовать одно, другое, третье, прежде всего необходимо привнести баланс. Первый шаг к этому — понять, что все, что происходит внутри меня в виде опыта, ощущений, болезненных, приятных, чудесных, ужасных, через что бы я ни проходил. По своей сути, это генерируется только внутри меня. Другие люди могут вам помочь. Если вы несчастны, некоторые люди будут подпитывать ваше несчастье. Если вы радостны, некоторые будут подпитывать вашу радость. Есть разные люди. Они будут помогать вам. В соответствии с тем, как они видят жизнь. Но в сущности вы все создаете сами. Это самый основной принцип йоги. Первое учение. Карма — это то, что вы создаете сами. Ваша жизнь и ваш жизненный опыт — все это вы создаете сами. Если эта мысль не отпечатается в вас, вы не произведете необходимые изменения. Вы все еще думаете, «Да, я знаю, это моя карма. Но вы знаете, что сделал мой муж?» Тогда ничего не исправить. Сначала нужно понять, что вы создаете все сами. Это полностью ваше творение. Как только вы это осознаете, вы сможете все поменять. Я понимаю, но... Знаете, как они вчера со мной поступили? Тогда этого не изменишь. Не имеет значения, кто что сделал. То, что происходит внутри вас, ваш опыт жизни — все это создаете только вы сами. Это ваша карма. Карма — это не что-то, свалившееся на вас из ниоткуда. Карма — это ваши действия, то, что создаете вы. Если вы осознаете только это одно, вместе с этим придет необходимый баланс. Как только вы достигнете баланса, вы сможете попробовать много разных вещей. Иначе все то, что наверху, на небе, о чем я буду говорить, вы сможете лишь наблюдать. Но вы не сможете взлететь туда. Вы будете лишь наблюдателем, потому что, когда нет баланса, вы не захотите оторваться от земли даже на пару сантиметров. Так что это основа. Мы уже много говорили об этом, в разных формах. Но если вы хотите в полной мере использовать свое тело и ум, использовать эту возможность, эту осознанность, которую мы называем человеком, тогда первое, что нужно сделать, понять и полностью усвоить, что качество моей жизни зависит только от меня и никого, кроме меня. Если вы это осознаете, баланс придет. Как только вы его достигнете, мне уже не терпится показать вам все то, что доступно только тем, кто обрел баланс. И только им.